всем привет меня зовут гетман с катагуи сегодня я хочу вам показать градиент быстрый эффектный с морским дизайном много использовать не будем у нас будет такой вариант дизайна будет очень красиво чтобы не было то сильно ляписто но смотрелось интересно возьмем несколько оттенков использовать будем еще в работе обязательно акрил акриловая пудра она помогает нам сделать градиент более плавным красивым и интересным возьмем несколько оттенков оттенки будем использовать из коллекции софу монин очень красивые нежные пастельные оттенки я их просто обожаю честно скажу возьмем оттенки которые между собой хорошо сочетаются самым главным самый главный пунктиком самым главным для того чтобы получился красивый градиент является то чтобы цвета которые вы используете между собой отлично смешивались это сам это прям половина успеха если вы найдете оттенки которые между собой хорошо смешиваются это половина успеха что мы берем мы берем розовый голубой желтый и давайте возьмем вот такой красиво зелененький четыре оттенка можно взять 5 но у нас не такая большая длина поэтому не будем делать грязь возьмем всего четыре оттенка еще один важный момент если вы хотите что ваш градиент сто процентов получился возьмите и смоделируйте ноготочек молочным гель-лаком базы точнее или молочным гелем это тоже очень очень важно потому что молочных оттенках очень круто ложатся пастельки неоновые оттенки прям попробуйте не пожалеете и так что-то смешивание пошло как бы по плану все было красивым и берем сначала давайте возьмем розовый потому что розовый absorbing нужно смешивать но например голубой розовый смешивает дает фиолетовый оттенок розовый потом нас смешивается ой точнее голову потом идет смесь с желтенький получается у нас такой зелененький оттенок а потом желтый зелененьким дает немного другую зеленить тенту будет интересно Такой мини-МК у нас был уже в шотцах и в ВК-клипах, поэтому на самом деле сейчас просто поподробнее расскажу, как это делать. Берем розовый и кладем немного материала. Берите немного, не сильно наваливайте возле кутикулы. Когда вы работаете с живым человеком, под кутикул ничего, пожалуйста, сначала не запихивайте, потому что вам же тяжелее будет работать. Взяли небольшое количество розового, потом в следующем у нас будет голубой, тоже небольшое количество. Тут у нас, скорее всего, будет 2-3 слоя, ну 4 это уже переборка. Потом у нас идет желтенький, мы сделаем чуть-чуть подлиннее, и зелененький. Ярко-зеленый. Можно закончить все неоновым оттенком, то есть можно на низ еще положить неоновый оттенок, если захотите. То есть здесь, чтобы он был прям такой неоновый какой-нибудь. Тут уже на ваше усмотрение, или можно, например, какой-нибудь... А, железный. Ну, уже неон. Надо смотреть, как бы, что бы вы хотели. Вот. Смешиваю. Нет, давайте оставим пока так. Пока оставим так, потому что у нас получится интересно все. То есть тут можно и 5, в принципе, и оттенков. Будет красиво. Что мы делаем дальше? В первую очередь нам нужно смешать между собой цвета. Поэтому мы таким образом смешиваем. Убираем. Обязательно у вас должно быть салфеточка на себе. Мы убираем остатки, чтобы не было грязи. Сильно не топайте, как я делаю. Просто под камеры тяжеловато. То же самое мы делаем. Желтый-голубой, желтый-зеленый. Видите, слишком много нанесла. И, к сожалению, из-за этого все течет. Еще и жарко очень. Так, давайте немного камеру поднимем. И поехали. И, получается, начинаем аккуратно. Сейчас вот так по бокам не дыру, потому что действительно очень много материала нанесло. Слишком-слишком жарко у нас. Кисть сухая и чистая. И начинаем не с кутикулы, а практически с границы потихоньку. Стягивающими движениями опускать материал. То есть мы розовый опускаем на голубой. Опускаем на голубой. Очищаем кисть. И двигаемся дальше. Первый слой у нас самый такой, ну, не получится-получится. Вообще не переживаем. То есть мы на это не акцентируем внимание. И тут уже потихоньку-потихоньку опускаемся до конца. Как раз я уберу весь лишний материал. В морских вот этих дизайнах не обязательно, чтобы был идеальный градиент. Потому что это может быть что-то волнообразное, что-то интересное. То есть если не получается, прям не парьтесь. Почему? Потому что это все-таки морское. Это что-то морское. Это что-то... Для меня это всегда что-то неровненькое. Это наша волна. Как бы такие у меня ассоциации. Делаем второй раз. Вторую растяжку. И уже не очищаем кисть, а уже сверху вниз идем. Потому что у нас материала совсем мало. Просто аккуратно работайте с жидкими материалами. Они лучше между собой смешиваются. Но именно в работе с кистью немного тяжеловато. Но зато лучше идет правда смешивание между собой. Не выбирайте оттенки, которые при смешивании дают грязь. Прямо до того, как нанести на ноготочек, попробуйте смешать их вместе где-то на палитре. Свилина нет. Вот такой милый, нежный градиент получается. Тут очень много у нас зеленого получается. Но это не морской прям. Знаете, прям что-то с морем связано. То есть это большевелетний такой дизайн. Потом берем мы акриловую пудру. Чем мельче акриловая пудра, тем удобнее работать вам в этой технике. Потому что крупноакриловая пудра, это как бы не есть хорошо. Сразу говорю, крупная акриловая пудра, она оставляет слишком, знаете, получается, после, когда вы перекрываете ноготочек топом, то прям вот эту крупную акриловую пудру сильно-сильно видно. В чем дело? Мы градиент провели, мы ничего не сушим, просто посыпаем акриловой пудрой аккуратно. Он должен впитаться, не перебарщивать ее, не должно быть слишком много. Сушим в лампе. Я долго сушить не буду, так как у нас формат все-таки видео, чтобы не снимать ваше время. Сушим 30 секунд, этого достаточно. В принципе, в целом этого достаточно, если у вас мощная лампа. Дальше опять повторяем те же шаги, просто немного я хочу уже оттенки сделать подлиннее. То есть, вот розовенький такой длинненький. Мне кажется, высохло все. Все криловую пудру лишнюю можно убрать. Сушим. Ой, господи, достаем и наносим. Прям по минимуму материал не берите много. Вот в первую очередь я делаю много. Ошиблась. Голубого побольше. Желтенький. И зеленый на кончик. По минимуму. То же самое. Сначала смешиваем на границе между собой оттенки. Тут мы вытираем кисти обязательно. Обязательно. Об себя хочется. Как всегда, привычка ужасная. Все. И теперь начинаем опять почти чуть выше границы. Начинаем опускать материал. Тут уже работать нам удобнее. Поэтому на первое слое мы никогда не обращаем внимания. Если вы хотите, чтобы все было нежно, очень аккуратно, красиво, то сделайте два слоя. Этого будет достаточно. Если вы хотите, чтобы было поярче, то тогда нам нужно будет три слоя. Можно будет сделать три слоя. Вытираем кисть. И опускаемся аккуратно ниже. Если вы не будете вытирать кисть, у вас будет грязь. На первом слое слишком большое количество материала. Поэтому мы, когда, смотрите, вот с голубого я опускаюсь на желтый. Сейчас, две секунды. Когда мы опускаемся с голубого на желтый, смотрите, до половины желтого я дохожу. Я понимаю, что я убегаю из кадра. Извините, если шумно. У нас тут за стенкой соседи. Шумят. Вытираем кисть. И выходим с желтого, опять с серединки желтого, на зеленый переходим. То есть у нас кисть должна периодически очищаться. Если этого не будет, то мы будем просто вмесить тут грязь. Видите, мелкая помола, мелкая помола акридель. И то видно, да? И то видно. Поэтому берите прям не крупный, пожалуйста. Крупный нельзя. Вытираем хорошо кисть, чтобы она была пустая, без материала. И от кутикулы теперь опять начинаем протягивать гормон. Да почему ты фокус теряешься? Сейчас попробуем зафиксироваться. И аккуратно стягиваем, стягиваем. Видите, у нас уже фиолетовый такой красивый образовался. Если материала много, видите, вот в розы, мне хочется убрать, убираем. Спускаемся на голубой. Голубой у нас тоже остается, в принципе, как оттенок. Как оттенок голубой у нас тоже есть. Опускаемся на... Видите, третий раз мы здесь уже не проходимся. Опускаемся на желтый, желтенького выходим на темно-темно-зелененький по отношению к желтеньким. И вот такой красивый переход у нас получился. По факту, ну, вообще этого достаточно. То есть для нежности, для вот такой, этого достаточно. Но если вам хочется еще чего-нибудь добавить, то можно добавить. Потом дальше мы возьмем топ-декласс. Или, знаете, можно взять драматик. Кстати, на него тоже классно ложатся шармиконы. Мне нравится, что он такой цветной, интересный. Можно взять с этим... Какого, господи, с серебром. Но можно драматик. Давайте попробуем драматик. Можно повторить слои. Еще раз можно повторить. Но я не вижу смысла. Я хочу взять что-нибудь яркое. Только, смотрите, драматик, чтобы он... Сейчас я подключу. Чтобы не было слишком много блесток. Прям я очень тонко вот так прям давлю на кисть, чтобы убрать все лишнее. Чтобы не было много блесток. Чтобы это было так нежно. Прям чем-то на единорога похоже, да? Сейчас я уберу арсиночку. Сушим. 30 секунд. На топ вот этот. Даймонд. Ой, драматик топ гель. Читаю одно, говорю, другое. Тоже хорошо. Очень клеится шармиконы. Где она шармикона? Мы берем их. Клеить можно апельсинной палочкой. Клеить можно пинцетом. Как вам комфортно. И смотрим, что бы вы хотели здесь использовать. Можно золото взять. Тоже будет очень красиво. Смотрите, уже мне хочется вот эту надпись. Такое красиво. И уже приклеиваем, например, где-то там все-таки у нас будет солнышко, поэтому мы клеим сюда вот так. в нашем море. Пальмочки где-то внизу. Но опять-таки, видите, пальмы идут с надписями, поэтому давайте найдем пальму без надписи, потому что где-то сейчас я видела красиво. Вот, смотрите, можно вот такую пальмочку, которую мы оторвали благополучно. Так, не вижу. А, вот они. Пальма без надписи. Мы ее сажаем на песочек, скажем так. Ну, у нас такой будет зеленый песочек. Почему бы и нет, да? Ваши ноготочки, ваша фантазия. Фантазируйте, делайте красиво. Красиво. И мы возьмем... Просто отдельно бы солнышко можно было бы сюда, конечно, но солнышко нет отдельно. Можно еще какую-нибудь интересную надпись. Ну, просто пальму сюда наверх я бы не хотела клеить. Так, так, так. Так, 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 солнышко, да? Ну, можно вот солнышко, кстати, с надписью. Если надпись слишком большая, то можно, конечно, ее подрезать. Ну, мы оставим как есть. Хорошо пригладили. Все, видите, как хорошо клеится все на топ. Можно сюда еще какие-нибудь там сердечек, если вам пусто. В каких-то местах сейчас, скажете, навалила всего. Ну, тут уже, знаете, я вам показываю, а вы уже выбирайте, сколько вам наваливать. Вы можете вообще не захотите ничего наваливать, и вам будет вот так заоргут. Все, все это перекрываем топом ультрашай, или топом текласс, или драматиком, если вы прям хотите, чтобы все блестело. Там уже смотрите, как он комфортный. Я перекрою, у меня просто под рукой текласс, поэтому я перекрою теклассом. Текласс жиденький. В принципе, ультрашаем тоже. Поэтому немного нужно, чтобы у нас все это гладко было. Уже немного с выравниванием переворачиваем. Чуточку так держим. Буквально секундочку, чтобы у нас все выровнялось. И сейчас чуть-чуть подсушу, чтобы вам просто показать. Вот такой результат получается. То есть можно, в принципе, добавить что-то еще поярче. Можно песок сделать внизу. То есть смотря какая у вас фантазия, что вы хотели бы сделать. И по факту все это очень легко, на самом деле, просто и быстро. Вот из этих четырех оттенков ISO Full Morning коллекции мы сделали вот такой красивенный дизайн. И очень-очень нежничка получается. Оцените его, напишите в комментариях, как он вам, насколько был полезен такой длинный мастер-класс, такое длинное видео. И что бы вы хотели увидеть в следующих видео. Все. Всех была рада видеть. Я рада, что вы смотрите видосы и ставите реакции. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok